Шалом! Это заповедь посещения больных, то, что называется Бекур Холи. И снова хочу подчеркнуть, что мы будем идти по источникам, стараясь восстановить весь ход выведения Аллахи от ее самых основ, от текста Торы, и через Талмуд, через комментаторов Талмуда, к Шумханаруху и более современным авторитетам Аллахи все это мы сегодня с Божьей помощью проделаем. Итак, начнем. Посмотрим текст. Начинаем мы с Талмудического трактата, Сота. Там сказано следующее. «Сказал Раби Хама Барханина, в чем заключается смысл сказанного Господу Богу Вашему следуйте?» Как я и обещал, мы идем прямо от стиха Торы. Танцуем от печки. Что не понравилось Раби Хама Барханина в этом стихе? Разве может человек следовать за шхиной, за божественным присутствием? Как-то так следовать за Богом. Ну, честно говоря, я бы сказал, что это образное выражение. Но Рабхан Барханина тут же поясняет. Ведь уже сказано, что Господь Бог твой огонь всепоглощающий. Одно из двух. Либо ты понимаешь это буквально, либо образно. Если образно, так образно сказано и о самом Всевышнем, что Он Бог как огонь поглощающий. Где же за огнем-то идти? Что же имеется в виду? Как это надо понимать? Скорее всего, здесь имеется в виду, что нужно следовать качествам Бога. То есть, понимать это нужно буквально, а не образно. Это не образное выражение. Это буквально. Только идти здесь по следам, вслед за Богом, мы не имеем здесь в виду Его самого. Потому что о Нем самом мы не имеем никакого абсолютно понятия. Он Сам бесконечный, безграничный, трансцендентный, непознаваемый. Мы имеем понятие только о том, как Он проявляет себя в нашем мире. Он проявляет себя в мире через то, что мы называем МИДОТ, а именно качества, то есть способы управления, способы воздействия на этот мир. Их мы в состоянии постигать, их мы в состоянии понимать. Если в мире мы видим проявление добра, то мы можем говорить о качестве доброты Всевышней. Если в мире мы видим проявление мудрости, то мы можем говорить о мудрости Всевышней и так далее. Вот для чего нам все это нужно? Для чего нам нужно это знать? Потому что у нас есть требование следовать Богу, что означает, что наше поведение мы должны выстраивать в соответствии с теми видами, с теми качествами, которые он проявляет в управлении мира, с теми видами воздействия на этот мир, которые мы в состоянии понять. И вот дальше снова возвращаемся в текст. И тут же есть продолжение. Поясняет. Он одевает ноги, как сказано, и сделал Господь Бог Адаму и его жене кожаные одежды и одел их. И ты тоже одевай ноги. Всевышний навещал больных. А когда он навещал больных? Как сказано, и явился ему Господь в Дубраве Мамре. Что здесь имеется в виду? Этот стих, и явился ему Господь в Дубраве Мамре, относится к Авраму. После того, как Аврам сделал обрезание, написано, что Всевышний явился ему, а явился, лоба явился к нему, явился ему означает пророческое откровение в Дубраве Мамре. Но после того, как заявлено о пророческом откровении, обычно следует его содержание. То есть Всевышний, являясь пророку, ему что-то говорит, что-то сообщает. А если мы внимательно смотрим текст там, то никакого сообщения, никакой информации, ничего, никакого раскрытия нет там. Тогда для чего же Всевышний явился к нему? Для чего же это пророческое явление? Ответ. Явился ему для того, чтобы это было посещение больного. Аврам был больной, это был третий день после обрезания. Снова идем к тексту. Всевышний навещал больных, как сказано, явился ему Господь в Дубраве Мамре, Авраму, так же и ты должен навещать больных. Всевышний утешал скорбящих, как сказано, и было после смерти Аврама, Бог благословил Ицхака его сына. И ты тоже утешай людей, пребывающих в трауре. Всевышний хранил усопших, как сказано, и похоронил его в долине, так же и ты храни усопших. Таким образом, у нас появились здесь несколько правил поведения, которые копируют те формы воздействия, те формы проявления Всевышнего в нашем мире, которые мы в состоянии воспринять, и мы их учим исторой. Стало быть, к нам это требование вести себя таким же образом. И в этом мы, тем самым, мы исполняем требование следовать путями Всевышнего, следовать за Всевышним. Рамбам, когда он изучает вот это место в Талмуде, то он его приводит уже как Аллаха, таким образом. Предписывающие заповеди, установленные мудрецами. Я подчеркиваю здесь, Рамбам говорит о заповедях мудрецов. Навещать больных, утешать пребывающих в трауре, выносить умершего, имеется в виду, для захоронения, выдавать замуж невесту, провожать гостей, заботиться о всем необходимом для похорон, нести умершего на плечах, идти впереди него оплакивать, его рыть могилу и хранить, а также, наоборот, веселить жениха и невесту, помогать им во всех их нуждах. Все это постановление мудрецов. И несмотря на то, что все эти предписания были установлены мудрецами, они относятся к заповеди любви ближнего своего, как самого себя. Два любопытных момента здесь. Ну, во-первых, в Талмуде все вот эти проявления заботы о ближних, то же называется гмилут хасадим, они все отнесены к стиху «Ахаре ашем элу кейхам тилеху», то есть «Господу вашему следуйте». Рамбам относят их к стиху «Люби ближнего своего, как самого себя». Как бы то ни было, к тому стиху или к другому, не исключено, вполне может быть, что и из первого стиха, и из другого следуют те же самые конкретные практически выводы, что необходимо для того, чтобы… И разница может быть только здесь в мотивации поступков. То есть, если человек хочет заботиться о ближнем для того, чтобы уподобиться Всевышнему, тогда выполняется заповедь «Вслед за Всевышним следуйте». Если человек хочет сделать это из любви к ближнему, тогда он исполняет заповедь «Вафтлера и Хакамоха» «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это все хорошо. Но только почему тогда Рамбам говорит, что все это предписывающие заповеди, установленные мудрецами? Ведь и в Талмуде приведен стих из Торы, и сам Рамбам приводит стих из Торы «Люби ближнего своего, как самого себя». А почему тогда это постановление мудрецов? Рамбам сам поясняет это в конце. Несмотря на то, что все эти предписания были установлены мудрецами, они относятся к заповеди «Люби ближнего твоего, как самого себя». А иными словами, все то, что ты хочешь, чтобы другие люди делали для тебя, делай для твоего собрата по Торе и заповеди. То есть пояснение Рамбама таково. Действительно, здесь есть как бы зонтичная заповедь. «Вафтлера и Хакамоха» «Люби ближнего своего, как самого себя». А, ну, известно, что очень многие люди воспринимают этот заповедь как красивый лозунг. А что конкретно эта заповедь обязывает? Что значит «любить ближнего своего, как самого себя»? Кстати, как это может быть «как самого себя»? Ведь это же не может быть на самом деле, потому что человек всегда будет любить себя больше, чем других. И что эта заповедь обязывает? Значит ли это, если я себя люблю, отношусь к себе, безусловно, с теплыми чувствами. И если я, относясь к себе с теплыми чувствами, решаю, что ездить в автобусах и пользоваться общественным транспортом трудно, и я решаюсь купить себе машину из любви к себе. Значит ли это, что я должен из любви к другим людям и им всем тоже купить по машине? Очевидно, что нет. Тогда что эта заповедь требует? Что конкретного? То есть мы видим, что эта заповедь никакой конкретизации не дает. Что имеется здесь в виду? Стало быть, смысл этой заповеди, как ее понимает Рамбл? Ну, все то, что ты хочешь, чтобы другие люди делали для тебя, делай для своего собрата. Но конкретизованно здесь ничего не сказано конкретно. А вот уже конкретизация этих обязанностей, она в постановлениях мудрецов. Исходя из этого принципа Торы, мудрецы формализовали, что значит, какие проявления любви следует человеку принять. Выдавать замуж невесту, посещать больных, утешать пребывающих в трауре, принимать гостей, помогать хоронить умерших и так далее, и так далее. То есть все эти конкретные обязанности – это постановление мудрецов. Но исполняя эти постановления мудрецов, тем самым человек выполняет и заповедь Торы «Баавтоларея хакамоха» – любви к ближнему. Или тот стих, который был упомянут в Талмуде, а именно «Господу Богу вашему следуйте». То есть копировать медот, копировать качество, которое Всевышний проявляет в мире. Так или иначе, мы видели, что уже формально оформленная заповедь упоминается у Рамбома «Навещать больных». Вот это то, что нас конкретно сегодня интересует. А теперь мы приходим к другому источнику. Это уже тур. Книга Арбату Рим, в которой он приводит в систему и резюмирует то, что написано в комментаторах Талмуда по всем вопросам Аллахи. И вот он приводит, читая его текст, приводит он следующее правило. Если человек заболел, всем людям предписывается его навестить. На основании того, что мы читали в Талмуде и у Рамбома есть очевидная заповедь «Навестить заболевшего». Она распространяется на всех людей. Поскольку мы нашли в Талмуде то изречение, что Всевышний навещает больных. Как Талмуд говорит о Бабраме, которого Всевышний посетил на третий день после обрезания, это отсюда мы и делаем вывод по отношению к нам самим. Нам необходимо так же вести себя. Именно так мудрецы Талмуда толковали стих и явился ему Господь в Дубраве Мамре. То есть из этого стиха следует, что Бог являлся Аврааму, чтобы навестить больного. Итак, заповедь есть. Теперь уже конкретные детали. По отношению ко многим митцвот, когда мы изучаем конкретные детали заповеди, то мы выясняем, каков ее, то, что называется, валахешиур, или мера. Что означает мера по отношению к заповеди. Вот есть заповедь в Песах есть мацу. А сколько мацы нужно съесть для того, чтобы заповедь считалась исполненной. Тут называется шиур, мера, совсем немного, кизайт, то есть объем с маслину, мацы, заповедь считается выполненной. Другой праздник, в Суккот у нас есть заповедь брать лулав, четыре вида растения. А что значит брать? Нужно ходить с ним весь день, или полчаса походить, или еще что-нибудь. Нет, шиур намного меньше. Достаточно один раз поднять, этот шиур заповедь выполнена. Если человек произносит кедуш над бокалом вина, то малаха требует, чтобы от этого вина он отпил. Сколько нужно отпить? Есть шиур, есть мера, размер, сколько нужно выпить вина? кемно, нугмав, то есть столько, сколько входит им за один глоток. Так, чтобы, глоток уже называется, за щеку. А по отношению к заповеди бекур холин, посещение больных. Есть ли здесь какой-то минимум, после которого я могу сказать, ну, заповедь выполнена, и больше она меня не обязывает. Смотрим, что сказано на эту тему в Талмуде. Так, трактатный дарим, это тот самый трактат, где наиболее полно обсуждается и освещается вопрос о посещении больных. Брайте сказано, посещению больных нет меры. Эйн шиур. Бекур холин, эйн на шиур. А что это означает? Как это понять? Равьёйцев хотел сказать, что имеется в виду награда, то есть награда за эту заповедь безмерна. Ему возразил его ученик, Абай, а что же по отношению к другим заповедям? Награда за все остальные заповеди, она ограничена? Ведь мы учили в Перкяву, отбудь осторожный, соблюдай даже легкие заповеди. То есть те заповеди, которые тебе кажутся легкими и не такими, суперважными, ты их исполняй так же строго. Почему? Да потому что тебе не дано знать меру награды за соблюдение заповедей. Может быть, мы не знаем. Может быть, на самом деле награда за заповедь какие-то неограничена, но мы об этом не знаем. Нам не дано знать это совершенно. Поэтому мы по умолчанию исходим из того, что награда за любую заповедь может быть безграничной. Поэтому сказать, что заповедь, тем отличается заповедь Бекурхолим, посещать больных, тем, что награда за нее безгранична, это может быть верно по отношению к другим заповедям. Поэтому явно Брайта не это имел в виду. Ну а что же, если мы спросим Абая, а как ты пояснишь, что означает, что заповедь посещения больных не имеет предела, не имеет меры. Читаем в тексте. Вернее, сказал Абая, в Брайте указывается на то, что даже важный человек должен навестить маленького больного человека. То есть, чтобы человек не посчитал для себя унижением посещать маловажного в его глазах другого человека. Рава, товарищ Абая, сказал по-другому. Брайте, говорится о том, что следует навестить больного даже сто раз. То есть, даже если я его уже навещал и раз, и два, и три, чтобы я не подумал, что заповедь уже выполнена, и теперь больше она меня не обязывает, если есть в этом необходимость, нужно посещать его и раз, и два, и три, и здесь мира никакой нет. И вот, Жулгана Рух, там, где вся Аллаха уже резюмируется и выносится как практическое указание, сказано так, там он приводит все абсолютно оба мнения и пишет следующим образом. «Даже важному человеку следует пойти навещать маленького больного и даже по нескольку раз в день. И каждый, кто часто посещает больного, заслуживает похвалы при условии, что тем самым он не утомляет больного». То есть, как у нас нередко бывает, люди, услышав, что это заповедь, я хочу исполнить заповедь, правда, большую часть времени я занят, ну, по крайней мере, я учу время и побегу навещать. Но сейчас это неудобно. Больной утомлен уже. Или, может быть, даже сам больной, который лежит в больнице, он еще не утомлен. Но рядом есть люди, которые хотят пойти спать. Поэтому нужно с этим считаться. То, что мы хотим выполнить заповедь, это просто замечательно. Но нельзя, исполняя заповедь, наступать на ноги другим людям и мешать им. Заповеди выполняются за свой счет, но не за чужой. Поэтому Ишулхануров здесь говорит, безусловно, ходить по сто раз в день, это заповедь, при условии, что это не утомляет больного. Арамо добавляет здесь еще одну важную деталь. Существует мнение, что человек вправе пойти навестить ненавистного ему больного человека. То есть между людьми есть конфликт, но если человек, с которым мы конфликтуем, заболел, то пойти его навестить это тоже исполнение заповедей это хорошо. Есть такое мнение, говорит Рамон, только я с этим не согласен. Однако мне так не кажется. Не следует посещать ненавистника. Аналогично не следует утешать ненавистного ему человека, соблюдающего траур. То есть если человек, с которым мы конфликтуем, у него умер кто-то из его родственников, не отправляться для того, чтобы исполнять заповедь утешение людей в трауре, чтобы тот не подумал, будто рад его несчастью, и в результате он будет только огорчен. Таково мое мнение. То есть и по отношению к больному, и по отношению к человеку в трауре Ромо говорит одну вещь. Когда люди... Поясните его слова просто. К сожалению, человек так устроен, что когда люди конфликтуют, то они не в состоянии предположить, что у врагов их, тех, кто с ними в конфликте, могут быть какие-то человеческие добрые побуждения. Что бы враг ни сделал, его всегда подозревают в самых худших намерениях и делах. Такова наша природа. Поэтому очень может быть, что больной человек, увидев своего врага, который пришел его навещать, подумает, о, гадюка, пришел посмотреть, как я мучаюсь. Это ему, наверное, доставляет удовольствие, наслаждение. Тем самым посещение больного, пусть даже оно было из самых благородных намерений. Но оно подчиняет этому человеку только дополнительную боль. А этого, безусловно, ни в коем случае делать не следует. То же самое по отношению к тому, кто находится в трауре. Если он видит своего врага, который приходит его утешить, он тоже может подумать, что, о, гадина, пришел посмотреть, пришел насладиться моей бедой и моим трауром. Поэтому не надо этого делать. Комментаторы немного спорят на эту тему, что имеет в виду Ромо конкретно. И, как говорит Аруха, Шулхан, конечно, все зависит от той степени конфликта. То, что Ромо здесь рисует подобные чувства по отношению к врагу, это там, где действительно вражда очень серьезная. Но там, где просто конфликт ерундовый, то там человек должен взвесить действительно реально ли то опасение, о котором здесь говорит Ромо, или нет. Если оно слишком далеко, то тогда, может быть, можно посетить его тоже. Едем дальше. Снова по тексту это отрывок из трактата Недарим. Сказано там так. Рабиаха Барханина сказал, тот, кто навещает больного, забирает одну шестидесятую его страданий. То есть, посещение больного, это не просто исполнение заповеди, оно еще и помогает ему излечиться от болезни. Но если так, то здорово, мы вообще-то можем отказаться от врачей, больниц и так далее. А просто каждый раз, когда человек заболеет, посылать к нему шестьдесят посетителей, и после шестидесятого можно его уже выписывать на работу. Здорово. Так спрашивает Талмуд. Ему возразили, тогда пусть шестьдесят человек посетят больного. И таким образом вылечит он. Мы что-то не слышали о таких методах лечения. Как-то у людей принято пользоваться другими методами. Он ответил, и вы не поняли. Я имел в виду, что человек, навещающий больного, забирает одну шестидесятую. Его страдания подобны десятой части, о которой учили в доме раби. Что это означает? Там речь идет о приданном. Так учили в Барайте. Ребе учил дочь, сирота, кормящаяся за счет имущества братьев, то есть, когда отец умер. Братья наследуют имущество, но они обязаны выдать из унаследованного преимущества обязаны выдать приданное своей сестре. Сколько они должны? Десятую часть отцовского наследства. Ему возразили, погоди, если у человека было 10 дочерей, то каждая получит десятую часть. Так сыновьям вообще ничего не останется, им придется идти побираться. Взражает талмуд? Нет, на самом деле нет, имеется в виду. Каждая из дочерей берет одну десятую часть оставшегося. То есть, старшая берет действительно 10% от наследства, а уже вторая десятую часть от того, что осталось, то есть, только 9%. Третья, соответственно, 8,1 и так далее, и так далее. То же самое и с болезнью. То, что мы говорим здесь в Талмуде, что посетитель забирает одну шестидесятую часть болезни, имеется в виду, что каждый следующий посетитель, он тоже возьмет одну шестидесятую от того, что осталось. Таким образом, сколько бы посетителей не приходило, болезнь, при всем при том, еще остается, ее придется изводить другими способами более доступными. но при всем при том, обратим внимание еще на одну важную деталь, в Талмуде еще сказано, все это, вот здесь я считаю, все это только при условии, что он, то есть, посетитель, ровесник больного. Что значит ровесник? Не так, как мы понимаем слово ровесник. А в Талмуде это слово означает, то есть, оба они родились под одной звездой. Вот тогда такой человек, который родился с больным под одной звездой, если он приходит навещать, то он берет на себя одну шестидесятую часть болезни. То есть, помимо того, что здесь исполняется заповедь посещения больных, здесь со стороны посетителя, того, кто родился с больным под одной звездой, есть еще и некоторое самопожертвование, потому что он берет на себя одну шестидесятую часть болезни. Может быть, это не так много, но все же. И несмотря на то, что это представляет собой некоторую опасность хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть заболеть. При всем при том обязан человек, даже тот, кто родился с больным под одной звездой, он обязан выполнять заповедь посещения больных. И еще один отрывок, снова из трактата Мидарима, по поводу деталей исполнения заповедей. Рассказывает Талмуд, что Раф Хельбо заболел. Раф Кагана объявил, что Раф Хельбо плохо. Он объявил, где в синагоге, где люди собрались, стукнул по столу и сказал, чтобы вы знали, Раф Хельбо заболел. Ну и он ждал, что к Рафу Хельбо выстроится целая очередь посетителей. Но этого не случилось. Читаю дальше. Сказал им Раф Кагана, разве вы не слышали о том, как заболел один из учеников раби Акива, то есть на следующий день, когда выяснилось, что люди не приходят, то он уже стал говорить более конкретно. Вы что, не слышали о истории о том, как заболел один из учеников раби Акива? И никто не навещал его. И только раби Акива зашел навестить его. И позаботился, то есть он увидел, что он находится в отвратительных санитарных условиях. И позаботился, чтобы в ее комнате подмели и прибили пыль, благодаря чему он выздоровел. Нам сегодня это не совсем понятно, что прибили пыль. Сегодня мы постарались бы, чтобы проветрить помещение или включить кондиционер для того, чтобы не было так жарко. Или включить отопление, чтобы не было так холодно. В то время, когда люди боролись очень часто с тем, что в помещениях была жуткая пыль. Нечем было просто дышать. В особенности люди, которые жили в домах с земляным полом. В жаркое время года от пола поднималась пыль. И способ, который использовали тогда, сегодня, я думаю, что если спросить сегодня детей, что означает прибыть пыль, они вообще не будут знать, о чем говорить. Речь шла вот о чем. Просто разбрызгивали воду для того, чтобы капли воды, соединяясь с этой пылью, просто опустили бы пыль. Пыль на пол, и тем самым воздух в комнате был бы более чистым, им было бы легче дышать. Ну, а после этого надо подмести. Иногда наоборот, когда земляной пол подметали, само подметание поднимало такую пыль, что нужно было ее после этого прибивать водой. Так или иначе, получается, что Робби Акива, явившись к своему ученику, он пришел навестить своего ученика. И прежде всего позаботился об его условиях, о его потребностях. То, что он увидел, что необходимо сделать сразу, это подмести, прибыть пыль, сделать так, чтобы можно было чем дышать. И благодаря тому, что изменились его условия, ученик выздоровел. Читаю дальше. «Сказал ученик Ребби, благодаря тебе я остался жив. Сказал Ребби Акива, тот, кто не посещает больных, как будто бы проливает кровь». То есть, из этого отрывка мы видим, это то, что Рафкана хотел сказать людям, упрекнуть их в том, что они не идут, не ходят посещать больного. Больным был Рафкан Хельбо. Он их упрекнул в том, что они, каждый из них, посещая больного и заботясь о нем, проявляя заботу о его конкретных нуждах, они могут повлиять очень серьезно на его выздоровление. Стало быть, если они не посещают его, и тем самым нужды больного, очень может быть, не удовлетворяются, то они как будто проливают кровь. Значит ли это, что главный смысл, главное содержание заповеди посещения больных в том, чтобы позаботиться о потребностях больных? Мы читаем сейчас, переходим к следующему отрывку. Это Рамбан. Отрывок для нас важный, потому что Рамбан сам занимался врачебной практикой. Вот у него есть сочинение, мы его цитировали и на предыдущем уроке, это то, что называется «Турата Адам», где он сводит законы, выводимые из Талмуда, которые касаются медицины, больных и в том числе посещения больных. Читаю. Из этого отрывка Гемары мы видим, что цель посещения больных заключается в том, чтобы посетители подмели полы, прибыли пыль. Так, это выражение образно имеется в виду, позаботились бы о потребностях. Рядом с больным позаботились о всех его нуждах. Вот что имеется в виду. К Витамбану есть еще одна необходимая вещь. И принесли бы ему душевное спокойствие от общения с друзьями. К тому же посетитель должен проявить сострадание и помолиться о больном. Как сказано в Талмуде. Речь, Талмуд цитирует стих с книги Вейкра по поводу прокаженного. Что когда он находится вне лагеря, то он должен все время кричать, что он нечист. Нечист, нечист. Так что задача, зачем ему это кричать. Талмуд объясняет это так. Как нечист, нечист, должен кричать. Что это означает? Следовательно, прокаженному необходимо известить людей о своих страданиях. А это зачем нужно? Чтобы они умоляли Всевышнего сжалиться над ним. Следовательно, вывод отсюда делает Рамбан. Тот, кто посетил больного и не помолился за него, не исполнил заповеди о посещении больных. То есть Рамбан говорит, что заповедь посещения больных не исчерпывается тем, что делал рабе Акива, то есть позаботился о конкретных нуждах своего больного ученика, чтобы проветрить, поднести, посмотреть, есть ли у него еда, питье, не жарко ли ему, не холодно ему и так далее. Это все замечательно. И это нужно делать. Безусловно, это входит в заповедь. Но этого мало. Необходимы еще две детали, а именно общение с человеком. Потому что потребности у человека не только физические, у него есть еще и душевные потребности. И необходимы эти душевные потребности тоже удовлетворить. То есть дать ему душевное спокойствие от общения с близкими людьми. И, конечно же, еще необходимо помолиться. Настолько здесь Рамбан воспринимает это крайне, что тот, кто посетил больного и не помолился о нем, не выполнил заповеди посещения больного. Здесь дозволено будет нам спросить, может быть, вопрос спросим после того, как почитаем еще один отрывок, о необходимости молиться о больном. Это снова мы возвращаемся в трактат «Недарим» и читаем по тексту, сказано там так. Когда Раб Диме пришел, Раб Диме таким челночным курьером, он ходил из Эр-Сисраэль в Вавилон, и осуществлял тем самым связь между мудрецами в Вавилоне и мудрецами Эр-Сисраэля. И вот когда он пришел в Вавилон, он сказал так. «Всякий, кто навещает больного, становится причиной того, что больной будет жить, а тот, кто его не навещает, становится причиной смерти больного». Прошетал ему, как это так? Только из-за того, что причина смерти больного в его болезни. Разве причина смерти больного в том, что его не навещают? Каким образом он уже находится, становится причиной жизни или смерти больного? Может быть, Рав Диме имел в виду другое, что всякий, кто навещает больного, молится о том, чтобы больной жил, а тот, кто не навещает больного, молится о том, чтобы больной умер. Это тоже ерунда. Разве резонно предположить, что тот, кто не навещает больного, мы можем это приравнять, что он якобы молится, чтобы тот умер? Вероятнее всего нужно понимать слова Рав Диме следующим образом. То есть, если бы Рав Диме был здесь, мы бы спросили, Рав Диме, а что вы имели конкретно в виду? Но поскольку его с нами нет, то мы можем только догадываться. Поэтому Талмуд говорит, вот как, вероятнее всего Равдимий имел в виду следующее. Всякий, кто не навещает больного, не молится о том, чтобы больной жил, и не молится о том, чтобы он умер. Вот чего не хватает. Не хватает молитвы. Всякий, кто не посещает больного, не молится о нем. Ну, о том, что это нехорошо, что человек не молится о больном, чтобы он жил, это я понимаю. А в чем проблема, чтобы, как здесь сказано, что он не молится о том, чтобы больной умер, а это зачем? Аран Рабейну Несим, автор комментария к трактату Недарим, пишет так. Иногда бывает необходима молитва о том, чтобы больной умер. Иногда необходимо молиться о том, чтобы больной умер. Например, если безнадежный больной чрезмерно страдает из-за своей болезни. То есть тот, кто не посещает больного, он отказывает больному в молитве. И не только мы понимаем, что здесь с его стороны это нехорошо, в том, что он не молится о больном, чтобы он выздоровел и жил. Но даже в таком случае, когда уже больной, безнадежно больной, и он уже отходит, то хотя бы минимум, который мог бы дать ему посетителя, это хотя бы молиться о том, чтобы он умер и избавился от своих страданий, и того он не делает. Так пишет Ран. И нужно сказать, что вокруг этих слов существует очень-очень бурная полемика, и множество чернил пролилось вокруг этих слов рано, потому что целый ряд авторитетов, целый ряд пуским утверждают, что это не может быть аллахой, и не следует себя так вести. А именно, конкретный вопрос, который поднимается здесь со слов рано. Когда перед нами мы знаем, что есть безнадежно больной человек? Откуда мы знаем, что он безнадежно больной человек? Врачи, не один, а несколько врачей, серьезных и опытных, говорят, что болезнь безнадежна. Кроме того, мы видим, что человек мучается. Ни в коем случае, никогда и ни при каких условиях нельзя приближать смерть человека. Нельзя сделать ничего, абсолютно ничего, что хоть как-нибудь может избавить его от страданий путем приближения к смерти. Это нам не дано, это расценивается как убийство однозначно. И хотя все время в мире принято называть это убийством из милосердия, неважно, каковы бы были намерения и мотивы того, какого человека, но оно остается убийством с точки зрения аллахи, это однозначно. Но могу ли я помолиться о том, чтобы Всевышний избавил этого человека от страданий? Вот в чем вопрос. Ран отвечает от него однозначно да. И это мы видим из этого места в Талмуде. Здесь Талмуд обвиняет того, кто не приходит посетить больного, в том, что даже минимального, минимальной пользы от него нет. Не только, что он не молится о больном, который может выздороветь, чтобы тот выздоровел. Но даже о безнадежном больном он не помолится, чтобы тот хотя бы умер и освободился от страданий. Но ряд под кем говорят, что нельзя молиться даже о безнадежном больном и даже о том, кто очень сильно мучается. И приводят доказательства того. И самое первое доказательство, что в Шулхана Рухи, в кодексе законов эти слова рано не приводятся. Что означает, что при всем уважении к авторитету Рабина Низин, Рана, Шулхана Рух не согласился с его мнением и не приводит его как Аллаха. Стало быть, это не может быть правилом поведения. И современные русские тоже спорят на эту тему, вплоть до авторитетов 20 века. Есть ли право? Нет. Некоторые пытаются найти какой-то компромисс и говорят, что может быть какие-то люди и имеют право молиться о скорой кончине безнадежно больного. Но уж по крайней мере не его родственники, близкие. Другие говорят, ни в коем случае этого нельзя. Это серьезная полемика. Мы пока пойдем дальше. Вот это понимание того, что молитва о больном, это неотъемлемая часть заповеди посещения больных, она проявляется еще в одной серьезной детали. Смотрим в текст. Это снова трактат на Дарим в Талмуде. Сказано там так. Кравшиша, сын Равиди, сказал, не следует навещать больного в первые три часа дня и в последние три часа дня, чтобы не потерять сочувствие к больному. Почему? В первые три часа дня больной обычно чувствует облегчение. Наступает такая временная ремиссия. Утром человек чувствует себя более бодрым, чувствует себя лучше. И когда посетитель приходит к больному в эти часы, ему кажется, ну, пошел на выздоровление. И у него уже не появляется то серьезное чувство сострадания, которое толкает человека на серьезную молитву. А в последние три часа наоборот. В последние три часа каждый человек, который хотя бы вспомнит, как он в последний раз болел гриппом, когда у него была температура, знаешь, что где-то с семи вечера начинается слабость очень серьезная. Человек чувствует себя намного хуже. И если придет посетитель в это время, глядя на него, он подумает, ооо, это уже безнадежно. И тогда снова не почувствует большой потребности в молитве. Поэтому не ходить в первые три часа дня, имеется в виду первые три часа дня с утра и в последние три часа дня вечером, не ходить к больным, не посещать их. Интересно, что Рамбам приводит эту Аллаху в измененном виде. Рамбам пишет, он приводит эту Аллаху, не ходить к больным, не посещать больных в первые три часа дня и в последние три часа дня. А почему Гульдраму? Потому что в эти часы врачи занимаются обходом больных и процедурами. Так, снова. Рамбам тоже практикующий врач. И его, интересно, в одном из писем, которые он послал своему переводчику Ибн Тибону, он описывает свой распорядок дня. И день с утра он начинал с обхода больных, действительно. Потом он уже направлялся днем ко двору Эмира. Не будем забывать, что Рамбам был придворным врачом великого Эмира Салахаддина в Египте. Там он занимался практикой. У Эмира был большой двор. Все его жены, наложницы, дети, внуки. Вечером он возвращался. Вечером у него была практика частная дома. Хороший вопрос, а когда? А когда Рамбам изучал Тору? Ответ простой. Ночью. Другого времени у него не было. Так вот, по Рамбаму в эти часы не ходят посещать больных, потому что это часы обхода врачей и медицинских процедур. Поэтому ходить в это время, безусловно, не следует. Но мы знаем, что сегодня в больницах это действительно строго соблюдается. В 8 часов начинается, как обычно, обход врачей. И в это время посетителей не пускают. И если они есть, то выгоняют. Едем дальше. Шулхана Рух, вот уже в полном виде это Аллаха, больного не навещают в первые 3 часа дня, потому что каждый больной испытывает утром облегчение. То есть Шулхана Рух приводит не формулировку Рамбам, а ту, которая есть в Талмуде. И посетитель не станет молиться о его выздоровлении. Также не следует навещать больного в последние 3 часа дня, поскольку в это время стояние больного ухудшается, и посетитель решит, что нет смысла молиться о нем. Пропащее дело. Потому что в задаче, почему это настолько важно молиться, говорит Рамо, а вот почему, и цитирует Рамбана. Тот, кто посетил больного и не помолился о его выздоровлении, он попросту не исполнил заповеде о посещении больных. И здесь позволено нам будет спросить. Молиться о больном, это очень важно, нам понятно. Но почему? Для того, чтобы молиться о больном, нужно ехать его и навещать. Он находится в больнице где-то у черта на рогах. Сегодня больницу строят за городской чертой. И мне нужно ехать через весь город в час пик для того, чтобы его... Я помолюсь у себя в своей синагоге во время утренней молитвы. Или у себя дома. Я прочитаю Таилим и упомяну его имя среди всех остальных больных Израиля. Для того, чтобы помолиться, нужно ехать к больному. Я понимаю, что для того, чтобы поухаживать за ним, подушки ему поправить, проветрить ему комнату, это все ясно. Поговори с ним опять же. Но для того, чтобы помолиться, для этого нужно ехать. Это неотъемлемая часть настолько, что если человек приехал к больному и поправил ему подушки, и проветрил его, и позаботился о нем, и поговорил с ним, но забыл помолиться, говорит, Рамос заповедь не выполнен. Нужно еще раз ехать для того, чтобы помолиться. Так я помолюсь дома, в чем дело? А дело здесь вот в чем. В Талмуде, снова я обращаюсь к Талмуду, читаем текст. Рабин сказал от имени Раб. Откуда мы знаем, что Всевышний поддерживает больного? Кто ухаживает за больным? Сиделка? Не только. Сам Всевышний. И сказанного, так говорится, так говорит царь Давид в своих псалмах, Господь укрепит его на одре болезни. Кто его укрепляет? Бог его укрепляет, находясь у постели больного. Втабавок, Рабин сказал от имени Рава еще одно утверждение. Откуда мы знаем, что божественное присутствие находится над постелью больного? И сказанного тот же самый стих Господь укрепит его, на одре болезни. И из того, что мы понимаем, что шхина, то есть присутствие Всевышнего, находится над постелью больного. Отсюда делаются конкретные практические выводы поведения рядом с больным. Вот что говорит Шулханарух, читаю текст. Посетитель не вправе сидеть ни на постели больного, ни на стуле, ни на скамье, но ему следует завернуться в плащ и сеять на пол перед больным, потому что божественное присутствие находится над изголовьем больного. Чтобы не было недопонимания, Рамо тут же поясняет, что это установление действительно во времена Талмуда. В том случае, когда больной лежит на земле. Так было принято тогда, что люди стелили себе на земле. И больной тоже лежит на земле. То есть матрас, если он есть, лежит прямо на земле. Поскольку тогда посетитель, если он будет сидеть на стуле, он будет возвышаться над больным. И получится, что он себя ставит, возвышает себя над шхиной, над присутствием Бога. Но если больной лежит в кровати, как это уже было принято во времена, Рамо живет в 16 веке в Кракове, тогда, конечно, посетитель удозволяется сидеть рядом с ним на стуле, на скамье, нет никакой проблемы. Так, поскольку шхина находится рядом, то понятно, что когда речь идет о молитве, то лучше молиться в том месте, где находится присутствие Всевышнего. Молитва там принимается лучше. Я могу помолиться действительно в любом месте. Нет разницы для меня, где помолиться. Да. Но для того, чтобы молитва была принята, а в этом же цель молитвы, не просто для того, чтобы сделать галочку и сказать, я помолился. Нет. Пречь идет же о молитве за больного. Для того, чтобы молитва была принята, то лучше молиться в тех местах, где ощущается, где есть присутствие Всевышнего. А Всевышний находится, его присутствие Шхина находится в изголовье над постелью больного. Настолько сознание этого факта настолько важно в Аллахе, что Талмуд говорит еще одно интересное. Есть еще одно интересное место в Талмуде. Это уже в трактате Шаббат. Я читаю по тексту. Рабь Йоханан сказал, ангелы служения не обращают внимания на того, кто молится на армейском языке. Не молитесь на армейском языке. Почему? Потому что ангелы служения просто не знают армейского языка. Они вообще-то полиглоты. Они знают все языки. Но с армейским у них есть проблема. Есть недостаток в образовании. в образовании. А какое мне дело для ангелов? Ведь ни в коем случае не дай бог нельзя молиться ангелам. Наверное, молиться можно только Богу. Но ангелы нужны для того, чтобы они молитву препроводили к Всевышнему. Есть передаточный механизм, его здесь называют ангелами. Так в этом передаточном механизме есть некоторая особенность. А именно просьбы на армейском языке не проходят, поскольку ангелы с ним не знакомы. Почему это так? Это отдельная тема. Некоторые спрашивают, как это может быть? Ангел в состоянии прочитать мысли человека. Так армейского языка они не знают. И будем ходить на вопрос. Факт. Есть у нас традиция с армейским языком у ангелов проблема. Они его не знают или не хотят знать. И важно не молиться на армейском языке. Продолжает данший Талмуд. Есть исключение. Однако больной представляет собой исключение из этого правила. Потому что божественное присутствие находится с ним. Иными словами в ангелах препровождающих молитву там нет никакой необходимости. Шхина находится здесь. Молитва воспринимается непосредственно. Поэтому можно даже на армейском языке. Ведь Раванан сказал от имени Рава. Откуда мы знаем что божественное присутствие поддерживает больного? С того что сказано Господь угребит его на одре болезни. Стало быть вот нам есть уже первое объяснение почему молиться нужно именно у кровати больного. Потому что здесь молитва лучше воспринимается. Здесь поскольку шхина присутствия Всевышнего находится рядом с постелью больного то есть больше шансов что эта молитва будет благосклонно принята. Есть еще одна причина о которой говорит в своей респонсе Хатам Суфер. Нет это не респонс его я наврал это его Хедушим пояснение его к трактату Нодарим. Я хочу почитать это полностью. Наши мудрецы сказали что человеку молящемуся о больном в его присутствии нет надобности упоминать в молитве имя больного. еще одна деталь находясь рядом с больным можно не упоминать его по имени источник того подобно тому как Муше молился о выздоровлении своей сестры Мирьям что он сказал она рфана на боже умоляю исцели ее и не сказал Мирьям дочь Юхевед просто ее просто задачи какая разница может быть даже в чем в чем идея в чем плюс того что можно не упоминать больного по имени дело в том что знатоки кабалы писали указывая здесь что упоминание имени человека отчасти пробуждает свершение над ним небесного суда то есть медат один небесное правосудие сгущается над человеком когда его упоминают по имени несмотря на то что человек скорее всего выиграет от такого в конечном итоге речь идет о том что люди молятся о выздоровлении значит скорее всего тот о котором молятся он выиграет да но вместе с тем будет здесь и плюс и минус и конечный баланс дебет кредит будет меньше остаток будет меньше тем не менее иногда существует незначительный но все таки риск того что упоминание имени в молитве причинит ему вред и дело обстоит совершенно иначе когда молятся в присутствии больного то есть когда человек назбечающий больного молится о его выздоровлении в таком случае нет надобности упоминать молитвы имя больного но тот кто молится о больном не находясь рядом с ним он должен упомянуть его имя а иногда это может принести ему вред несмотря на то что человек молится о его выздоровлении можем ли хоть как-нибудь понять эту идею, которая высказана здесь от имени каббалистов. Мы каббалой не занимаемся. Это не наше дело. И даже не дело тех, кто выпускает книжки о каббале на русском языке. Они больше не меньше. Это не наше дело. Но так как поясняют вот эту Аллаху комментаторы, речь идет вот о чем. Когда есть у нас такое место в Танахе. Пророк Ильиша, которому одна женщина, Шунамид, оказала многие услуги. Он спрашивает ее, чем тебя вознаградить? Может быть, ты хочешь, чтобы я попросил за тебя? Пророк. Пророк это человек, который непосредственно общается с Творцом мира. И он предлагает ей. Ты хочешь, чтобы я попросил за тебя? Он говорит, не, не, не надо, не надо. Бетох ами анухи юшевет. Я живу среди своего народа. То есть она предпочла, чтобы пророк не просил за нее конкретно, индивидуально. Почему? Почему? Когда взвешиваются заслуги и права человека на жизнь, на благо, на существование. Если человек живет, как сказал Шунамид, среди своего народа, то есть он часть коллектива, часть общины, то тогда он, прежде всего, конечно, часть своей семьи. С этого начинается. Минимальная ячейка. Часть своей семьи. Часть общины. Часть коллектива. То тогда, даже если сам он, в общем-то, утратил действительные права на существование, с точки зрения его жизни, в общем-то, ему, его дальнейшая жизнь потеряла смысл, это вовсе не обязательно должно быть наказание. Просто с точки зрения проведения, которое управляет миром, он свою земную задачу закончил. Выползил, выползил, закончил. Нет смысла. Но очень часто такому человеку дадут возможность жить, продолжать жить, потому что в нем нуждаются другие люди. Его члены семьи, его жена в нем нуждается, его дети в нем нуждаются, его сослуживцы в нем нуждаются. Продавец в магазине нуждается, потому что он делает у него покупки, и это часть денег, которые зарабатывает продавец. кого-то он подвозит на машине, кому-то он... Иными словами, когда человек рассматривается вот в таких своих связях со всем окружающим его людьми, то тогда все это вместе среди остальных людей, он, безусловно, имеет еще права на существование, потому что люди в нем нуждаются. Но если этого человека выдернуть, как морковку с грядки, то он остается один, вне его социальных связей, то тогда, быть может, жизнь его действительно должен прийти конец, потому что бывает так, что Всевышний решает, что этот человек уже свою жизненную задачу исчерпал, и давать ему в дальнейшем жизнь бессмысленно. И когда человека называют по имени, то здесь есть некоторое... в некотором смысле это вот похоже на выдергивание единственной морковки из грядки. Тем самым выделяется человек сам по себе, и отныне он сейчас, в этот момент сам по себе есть некоторая только сторона в определенной мере такой человек оказывается сейчас. Он рассматривается в одиночку, и тогда поди знай. Таким образом, несмотря на то, что человек молящийся имеет в виду выздоровление, и он хочет выздоровления, и молитва о выздоровлении тоже сама по себе действует. Да, конечно. Но вместе с тем упоминание по имени при всех плюсах дает еще и минус. И таким образом, общий результат, общий баланс, он уже не такой положительный. Конечно, когда другого выхода нет, мы знаем, что тот, кто молится о больном, не находясь рядом с ним, обязан упомянуть его имя, должен упомянуть его имя, и так это делается, его имя, имя его матери, именно так. Но лучше молиться о больном, не упоминая его имя. А как это можно достигнуть? Молясь рядом с ним. Вот мы получили две совершенно разных причины, по которых молиться о больном лучше именно находясь рядом с ним, посещая его. Тогда молитва, во-первых, она, скорее всего, она ближе, она будет быстрее принята, поскольку здесь, рядом с больным, у изголовья находится шхена, нет необходимости никаких передаточных механизмов. Здесь, что называется, непосредственно, быстро и прямо. Это первое, такая молитва более, принимается легче. И второе, нет необходимости называть больного по имени, а можно, находясь около его постели, в его палате, где он лежит, сказать просто так, как сказал Муше. Анна, Рафанова, пожалуйста, излечи его, вылечи его. Вот почему необходимо посещать больного и для того, чтобы помолиться о нем, и, как мы уже знаем, Шулханарух приводит здесь мнение Рамбана, что молитва о больном это неотъемлемая часть заповеди посещения больных, и тот, кто не помолился о больном, не выполнил заповеди посещения больных. Вот на этом мы сегодня и прервемся. Продолжение следует...